Здорово, дорогой! Слушай, мы с тобой давно не снимали по новым способам вывода криптовалюты Fiat. Ну, вывода, ввода, без разницы, ты понял. Ввод он огромнейший плейлист, здесь самые разные способы, здесь, по-моему, если я не ошибаюсь, то ли 22, то ли 23 способа. Нет, все-таки вроде 22. Но мы с тобой новые способы снимали последний раз 21 марта 2021 года. То есть март, апрель, май, июль, июль, да, почти уже прошло 5 месяцев. Непорядок. А за это время, я к чему говорю, появились новые классные площадки. Одна из них это хобби. Хобби P2P, то есть наподобие Binance P2P. Да, как ты прекрасно понимаешь, хобби мой партнер, но в то же самое время я не просил у них денег за этот ролик. Просто как бы, ну, я понял, схожу, изучаю разную информацию, и получилось наткнулся, думаю, как так, у меня на канале нет, что за фигня. Хотя, если бы я у них попросил, я могу им позвонить, написать, да, и сказать, что, блин, давайте я сейчас засниму, подкинь там 500 или 1000 долларов, я думаю, что они без базара бы подкинули. Но тогда не будет объективности, понимаешь, нам же с тобой надо, чтобы ролик был объективным. Поэтому мы с тобой сегодня заснимем хобби P2P, выведем денег и попробуем с тобой сравнить с Binance, с BestChanger, с чем-нибудь еще. Ты готов? Погнали! С чего начнем? Начнем, конечно, с простого. Для того, чтобы тебе торговать на хобби P2P, тебе надо зайти на хобби.com, сделать ты это можешь по, например, моей ссылке, тогда у тебя будут вот такие вкусные плюшки. Можешь не делать, как говорится, на твое усмотрение, можешь поддержать такого другого блогера, который тебе больше по кайфу. Соответственно, жмешь регистрацию, вводишь гражданство, e-mail и пароли. Все, ты зарегистрировался на бирже. После того, как зарегистрировался, жмешь баланс, валютный счет. На валютном счете нажимаешь депозит и закидываешь ту крипту, которая тебе нужна. Выбираешь здесь криптовалюта. Ну, то есть два варианта. Либо ты закидываешь сюда, либо ты идешь на P2P и сразу покупаешь необходимую тебе криптовалюту. Я подразумеваю, что ты майнер, а тебе, скорее всего, нужно продать. Давай представим ситуацию, что тебе надо закинуть на хобби и продать эту криптовалюту через хобби P2P. То есть ты идешь в кошелек, выбираешь монету USDT, выбираешь сеть ERC-20. Мы не будем брать эфириумскую сеть, потому что осень-осень дорого. К сожалению, здесь нету Binance Smart Chain. Точно так же, как в Binance нету хобби. Очевидно, видно у пацанов какие-то терки между собой. Ну да ладно, это их не дело. Соответственно, я забираю здесь кошелек троновский, потому что это получается максимально недорогой вариант. Ты идешь на свой кошелек, вводишь, автоматически он у меня определяет, что это сеть трона. И куда вводить сумму-то? А, вот сумма. Ну давай запасим 105 долларов. Я отправлю доллар комиссии на Binance на момент съемки ролика. И отправляешь. После тебя пару минут деньги на хобби доехали. Поехали. Вот они, 104 USDT, Тезера. Дальше я, получается, иду в Fiat. В Fiat я нажимаю избранное. И вот он, получается, хобби P2P или как вот здесь написано C2C. Так что правильно, как он называется P2P или C2C, ты мне напиши тоже в комментариях, чтобы я понимал. Смотри, здесь огромное количество направлений, которые можно продавать peer-to-peer. То есть от человека к человеку 3, 5, 7, 9, 11, 13 направлений, которые можно купить и продать. Чтобы ты понимал, у Binance 3, 5, 7 направлений. А у хобби получается 13. То есть стандартный тезер, биток, эфир, эус, рипл, лайткоин, хобби, токен. Ну это как у них BNB токен у Binance, ты понял. Ну, чего здесь, на что здесь сразу надо обратить внимание? Обратить надо внимание, что прежде чем начнешь торговать, нужно заполнить информацию, необходимую для операции. Что это за информация? То есть это будет ник, имя учетной записи, когда ты будешь торговать. Ты его заполняешь, когда ты будешь с человеком в чате общаться, я так понимаю, он будет видеть этот ник. А сюда надо записать свой пароль. То есть это что за пароль? Это вот, допустим, сделку ты сделал, 100 долларов продал. И подтверждаешь паролем, что ты их действительно продал, что денежки тебе на Сбербанк пришли. Пока этот пароль не напишешь, соответственно, деньги человеку по P2P не уйдут. Ну и все, осталось нажать кнопку далее. Давай по фильтрам, слева-справа, купить или продать. У меня USDT, мне надо продать. Если тебе надо купить, соответственно, ты жмешь купить. Поэтому я нажимаю продать. Выбираю монету, которая мне нужна, то есть российский рубль. Здесь выбираю, будет ли он обновлять мне продавцов. Я выбираю, да, обновляю мне каждые 10 секунд, эти обновления будут каждые 10 секунд обновляться. После этого, что мне интересно? Мне интересны мои способы. То есть или Сбербанк, или Альфа. Почему мне нужны эти способы? Потому что, знаешь, что у меня настроена самозанятость. Поэтому я оставлю Сбербанк. И вот вижу, что я вижу. Я вижу лимиты этих продавцов. То есть какие сделки они готовы сделать. И, соответственно, available. Что это такое на английском? Не знаю. А, имеется в наличии у них столько денег. Я понял, подтверждено, лежит на балансе. Ну, а мне не нужно много продавцов. Там три страницы с продавцами. Мне надо именно те продавцы, которые на мою сумму у меня 100 долларов, да, смогут мне продать. То есть кто-то не будет, кто-то проторгует, там, я не знаю, 10 тысяч долларов, понимаешь, да. И зачем мне, чтобы их показывали, а только будут вводить меня в заблуждение. Соответственно, я выставил Сбербанк, необходимую сумму и смотрю обновлялки. Сейчас я предлагаю сравниться с Binance. То есть сейчас из того, что я вижу, вот смотри, здесь сортировка такая получается. Здесь 72.75, а здесь 73.28. То есть почему-то она не по максимальному курсу. Здесь вообще 62.70, видишь? То есть получается, надо все эти странички перекрутить, чтобы увидеть оптимальный курс. Так что ли получается? Ну да, походу так и получается. Но здесь стоит обратить внимание на то, что платформа молодая, и еще очень мало людей о ней знают. Но, точнее, тебе стоит обратить внимание. Почему? Потому что ты здесь можешь сам создавать эти ордера. И делается это максимально просто. Об этом чуть позже объясню. Если сравнивать с Binance, то здесь, смотри, конечно, Binance впереди. Почему он впереди? Потому что он уже давно существует. Мы с тобой снимали о нем еще год назад, вот за эту всю ситуацию. И то, что там в тот момент времени было очень мало. Но прекрасно, что у нас появилась новая площадка. Правда, давай на Binance все-таки поставим тоже Сбербанк, чтобы было более-менее четко. Ну смотри, здесь 73.62, 73.60. И Binance, вот что, молодец, он сверху вниз ставит цену, видишь? Но при этом здесь, не, лимиты здесь проходящие и процент выполненных сделок. Здесь есть процент выполненных сделок? Да, тоже есть процент выполненных сделок. Ну, как бы вот сейчас вот такой курс, чуть позже я тебя в этом ролике научу, как курс делать лучше. То есть ты сможешь сам размещать объявления, так же, как вот эти продавцы стоят, да, и тем самым создать здесь спрос. Ну, а из того, что я вижу, я вижу оптимальный курс 73.50, но, скорее всего, я у этого человека, я этому человеку не буду продавать, потому что, ну, у него 0% сделок, понимаешь, да? То есть хрен с ним я сейчас немножко потеряю ради ролика, да? Но я продам, наверное, а, я не могу здесь продать, он требует подтверждения номера, да? То есть там, когда ты выставляешь в настройках, ты можешь, грубо говоря, делать какие-то настройки, от покупателя что-то запрашивать. Поэтому этому человеку я пока не смогу продать, об этом чуть позже тоже объясню. Поэтому я, наверное, продам вот этому человеку, 72.7 из курс, 95% у него выполненных сделок. Давай посмотрим, как сделка делается, я сам не знаю. Нажимаю продать USDT, а я не могу продать этому человеку, потому что, видимо, я не добавил еще ни одной карты под это дело. Давай, ладно, сейчас нажмем включить. Ну, давай, добавить банковский счет. Опа! KYC нужен. То есть нужен, так же, как на Binance, проверка идентификации личности. А если вот тут, то есть если связывать банковскую карту, то нужна проверка KYC. А если привязывать вот отсюда банковскую карту, интересно, нужно или нет? Вроде дает, сейчас попробую заполнить. Что, я заполнил те две строчки, давай попробуем продать теперь сумму. А сумму-то мы не закинули, значит, баланс, фиатный счет. Вот здесь перевод. Здесь с валютного на фиатный пишу все. 127 у меня здесь что-то было, значит, ладно. Переведено. Опять возвращаюсь в фиат. Избранное. Вот он, по-моему, вот этот был. Продать USDT. Смотри, вот она кнопка все. Выскакивает все. И ввожу пароль. Здравствуйте, Сбербанк, Тинькофф, ВТБ. Ну, это, я так понимаю, не автоматические сообщения. Окно у него на торговлю 30 минут. Так что я жду. Прошло минут, наверное, 10. И мне пришла вот такая табличка, чтобы подтвердить. Я проверил, действительно, деньги пришли. Подтверждаю. А чтобы подтвердить, надо вот этот платежный пароль опять ввести. Подтверждаю. А теперь, да, представим, что ты хочешь торговать на площадке. То есть создавать объявления о покупке, о продаже различных криптовалют. Все очень просто. Заходишь в рекламы. Здесь перво-наперво выбираешь, какой монет ты хочешь торговать. Доллару, там, к российскому рублю или к украинской гривне. Создаешь объявление, типа, продаешь ли ты свою USDT, либо покупаешь ты свою USDT, которая потом хранится, я так понимаю, в твоих объявлениях. Выбираешь монет, которую ты хочешь покупать. Фиксированная цена или плавающая. Это как бы понятие сам изучить. Я не знаю, что такое плавающая цена. Ни разу не встречал. Дальше сводишь курс. Давай посмотрим. На байна 74,42 максимально покупать. Ну, а я буду по 75 покупать. Здесь вводишь платежный интервал. То есть ты уведомляешь человека, сколько он будет ждать. Например, давай я напишу, что 30 минут. Я, ты знаешь, чайник, я долго делаю. А вообще от 10 минут до 3 часов. Поэтому обязательно смотри вот этот интервал перед тем, как ты предлагаешь кому-то сделать сделку. Объем. Объем, ну, 1000 долларов давай я напишу. А лимит, то есть сама сделка, ну, от 3000 рублей, допустим, до 10 тысяч рублей, допустим. Дальше внизу ты вводишь все настройки, карточку. Здесь у тебя выскакивают сразу все параметры, что ты задаешь, да. И здесь заметка приветственное сообщение. Ты пишешь, что человек увидит, когда откроет трейд. То есть пишешь приветственное сообщение ему. И здесь еще есть расширенный фильтр. Сейчас чуть вверх прокручу. То есть вот тут расширенный фильтр. Можно нажать. И вот здесь вот выскочит вся вот эта информация. То есть требуется, не требуется аудификация на хобби. Человеку, который будет предлагать сделать. Вот она вот эта фишка, из-за которой я не смог с тем человеком торговать, да. Потому что мобильник, он хочет, чтобы был привязан. Хотя самое странное, что у меня мобильник для привязан. Чего я с ним не торговал. Ну да ладно. Трецепь. И вот здесь можно еще задать кучу всякой дополнительной информации. Сколько дней, чтобы он был зарегистрирован там на хобби. И все вот такое вот прочее, ты видишь. При этом, потому что сервис новый, комиссию они пока не берут. Ну сколько они не будут брать? Ты помнишь, Вайнер почти год не брал комиссию. А сколько эти не будут брать, не знаю. Но как бы это хорошо для развития. Ну и все, вводишь свой платежный пароль. Нажимаешь вот эту кнопочку. Жмешь, ты прочитал. И нажимаешь создать обычную рекламу. А, пожалуйста, включить хотя бы один платежный способ. А где его включить? А вот здесь в способе оплаты. Просто я включаю, получается, свой платежный способ. Видишь, у меня выскакивает Сбербанк. То есть там на том этапе, когда мы с тобой помнишь, добавляли. Все, и создать обычную рекламу. Реклама успешно создана. Торговать. И вот выскакивает объявление, что я готов продать. Блин, надо нафиг выключить, потому что я по 75 не готов. Я вообще торговлей не занимаюсь. Я занимаюсь майнингом и блогингом. Все, отрубил. Теперь, что дальше теперь? Теперь в объявлениях, я так понимаю, мои объявления лежат. Да, вот они лежат. То есть их можно создать огромнейшее количество. Собственно, вот так все просто. Я отчаянник. Ты, видишь, ничего не знаю. Смог с первого раза разобраться и более-менее тебе объяснить. Давай попробуем собрать 2000 лайков. Напиши, пожалуйста, что ты думаешь про хобби P2P или C2C, как он правильно все-таки называется. Напиши, я тебя прошу. А у меня на сегодня все. Подписывай обязательно в Instagram, Telegram, на YouTube, Twitter. Я всегда везде рад тебя видеть. Всего доброго. Пока-пока тебе.